Новопаловск Очень бы хотелось территорию под Надрекой превратить в хорошую площадку для отдыха, для того, чтобы нужно было пройтись вдоль реки. Очень бы хотелось насытиться здесь большими детскими площадками, вне сомнения спортивными воркаут-площадками, добавить сюда элементы велотеренкура, добавить сюда же еще, конечно, роллер-дром необходимо. И это все в очень кратчайшие сроки до конца следующего года. В Невиномыске планируют построить крупный логистический центр международного интернет-магазина. Новый транспортный и складской хаб принесет Ставрополье около 5 миллиардов рублей инвестиций. Ход будущей стройки губернатор Владимир Владимиров обсудил с руководством компании. По результатам договоренности логистический узел даст края 5000 рабочих мест и, соответственно, ускорит доставку товаров по региону. Строительство должно стартовать уже в грядущем году. В 2020-м высокоскоростной интернет получит 321 социально значимый объект Ставрополья. С начала года волоконно-оптические линии связи провели в общеобразовательной организации ФАПЭ, а также в подразделения противопожарной и аварийно-спасательной службы. В 2021 году запланировано обеспечить доступом в сеть еще 419 соц. объектов региона. Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В Кисловодске обустроили специальные площадки для игры в бадминтон в физкультурно-оздоровительном комплексе. Там можно будет проводить профессиональные соревнования, за которыми смогут наблюдать до 400 болельщиков. В регионе бадминтон набирает популярность у молодежи. Строительство площадок прошло в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Ставрополь украсит новая зеленая зона. Долгостройную улицу Бруснева снесли, а на его месте по просьбе местных жителей высадились саженцы кленов. Судебные тяжбы продолжались не один год. В результате администрации города удалось добиться демонтажа. К высадке подключились и сами ставропольцы.